Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня в выпуске. Первые в мире гонки беспилотных автомобилей. Немецким роборукам можно доверить хрупкие предметы. Умная ткань может контролировать тело. Об этом и не только в ближайшие минуты. Российского робота отправят в открытый космос. Речь о человекообразном роботе теледроид, созданием которого занялась та же компания, что ранее представила робота Федора. Как будет выглядеть новое устройство, пока неизвестно. Сообщается лишь, что это будет человекообразный робот с возможностью работать в открытом космосе. Его окончательный облик утвердят в ближайший год, пишет ТАСС. А на 2024 год уже запланирован запуск в космос. По данным РБК, робот будет управляться оператором и выполнять работы как на МКС, так и за ее пределами. Напомним, робот Федор тоже побывал на орбите Земли. Правда, не в открытом космосе, а на борту МКС. В Германии разрабатывают умные роборуки, которые понимают голосовые команды и самостоятельно регулируют силу захвата. Это важно для того, чтобы не сломать хрупкий предмет, сжав его слишком сильно, или наоборот, чтобы не уронить его, захватив недостаточно крепко. Для робота эта задача не из простых, ведь чтобы отрегулировать захват, он должен понимать, с какой формой, структурой и весом имеет дело. Но данное устройство справляется с задачей отлично. При этом оно максимально безопасно для человека. Руки оснащены датчиками, которые распознают приближение людей, чтобы не задеть его, случайно выполняя движение. Поэтому такого хваткого робота можно использовать не только на производствах, но и для оказания различных сервисов людям в качестве бариста или даже домашнего помощника. В Америке прошли первые в мире гонки беспилотных автомобилей. Университетские команды из девяти стран боролись за приз в один миллион долларов. Согласно правилам, все участники соревнования взяли за основу одинаковые гоночные беспилотники с открытым кодом и имели право менять его на свое усмотрение. А также использовать датчики собственной разработки. Научные группы из 21 университета работали над тем, чтобы автомобиль был не только быстрым, но и умел эффективно распознавать и объезжать препятствия, которые включала тратца. Открывать соревнования пригласили знаменитого робопса Boston Dynamics. Автомобили стартовали не одновременно, а друг за другом, а результаты определяли по индивидуальному времени каждого участника. В итоге победила команда из Мюнхенского технического университета, чей болид-беспилотник показал среднюю скорость 219 км в час. Выигрыш направят на дальнейшие научные разработки команды. Организаторы гонок надеются, что такие соревнования не только ускорят развитие технологий беспилотного вождения, но и ускорят коммерциализацию автономных транспортных средств. Представьте, что одежду можно запрограммировать таким образом, чтобы она могла выполнять полезные задачи. Например, следить за осанкой или дыханием и сигнализировать, если что-то пошло не так. Такая умная одежда вполне может появиться благодаря разработкам шведских ученых, которые создают роботизированное волокно. Это тонкие нити из композитного материала, которые содержат жидкостный канал. С помощью подачи жидкости внутри волокон и изменения давления можно менять форму волокон. Похожую технологию используют для создания мышц для роботов. А вот ученые Массачусетского технологического университета предложили использовать роботизированные волокна для создания умных тканей. Их можно будет запрограммировать таким образом, чтобы, принимая определенную форму, ткани давали обратную тактильную связь в виде давления или вибрации. Таким образом, можно тренировать певцов и спортсменов лучше контролировать дыхание или помогать пациентам восстанавливаться после болезней. На этом сегодня все. Смотрите Ай-Ньюс каждый день на телеканале Татарстан 24. Будете в курсе всего самого интересного. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин